Прямо сейчас Алексей Земсков проверит мужа на час в трёх ценовых сегментах. Дешёвом, среднем и самым дорогом. Чтобы найти недорогого исполнителя, как всегда, заходим на популярный сайт по подбору персонала, составляем заявку и прописываем задачи. А затем ждём, пока на неё кто-нибудь откликнется. Из всех полученных откликов Алексей выбирает Ивана. У него хороший рейтинг, и он входит в топ-50 исполнителей сайта. Всю работу Иван обещает выполнить за 3000 рублей. Давайте завтра его пригласим и проверим, как он работает. Недорогого мужа на час ждёт простая задача – перенести вещи бабушки-сталинистки из одной комнаты в другую. В ходе эксперимента мы проверим мастера на аккуратность и честность. Для этого мы оставляем заначку на видном месте. Ну что ж, друзья, бабушкина квартира готова, и мы встречаем мастера на час. И мне кажется, он уже на пороге. Быстрее прячется. Выходите. Встречает мужа на час заботливая внучка, роль которой играет адвокат Ольга Митрофанова. У нас вообще-то переезд из одной комнаты в другую. За исключением шкафа и всего того, что на шкафу, это вообще не трогаем. И всё, что на подоконнике, тоже не трогаем. Потом, значит, картина. Её повесить в той комнате. В общем, всю эту мелочёвку соберёте, перенесёте. Пойдём покажу, куда переносить. Напомните, пожалуйста, что по деньгам. На 3000 договаривались. На 3000 договаривались. Итак, друзья, Оля загрузила Ивана работой. И будем смотреть, как он с этой работой справится. Да, звоните. Если что, скоро вернусь. Скажу своё первое впечатление. Иван выглядит достаточно профессионально. У него чистая, хорошая, добротная спецодежда. Это похвально. Итак, первое задание. Переставить диван. Проверим, аккуратен ли мастер с чужими вещами, так же, как со своей спецодеждой. Друзья, вот смотрите, только-только похвалил за чистую спецодеждую. И сразу же Иван берёт вот эту тяжеленную кровать и прямо по чистовому напольному покрытию двигает в противоположный угол комнаты. Естественно, делать так ни в коем случае нельзя. Мы специально оставили коврик для того, чтобы он приподнял край кровати, подсунул его туда. И на этом коврике прокатил по чистовому напольному покрытию. Очень бодрый темп держит Иван. Практически всё бабушкино имущество с пола уже перекочевало в другую комнату. Следующая задачка посложнее. Посмотрим, как мастер Иван справится с бабушкиной кроватью. Мне кажется, Ивану немножко некомфортно работать, потому что за ним пристально наблюдает Сталин. Кровать пока не поддаётся, а Сталин наблюдает. Уже в 10 минут он с ней возится, и шуруповёрт приносит шестигранник на трогу. Иван убирает портрет вождя. Может, теперь получится разобрать кровать? Друзья, уже, наверное, десятый подход к этой кровати. Мужской подход. Если что-то не откручивается, это нужно просто несколько раз ударить. Почесал, он с этой кровати уже возится. Наконец-то! Вы слышали, да? Бедный ламинат, господи. Смотреть на это больно. Видимо, бережное отношение к чужим вещам – это не конёк нашего мастера. Теперь проверим его на честность. У меня под Лениным заготовлено 100-доморовая купюра. Посмотрим, прикарманит Иван деньги или оставит их на месте. Иван решает перенести тумбочку вместе со всем содержимым. Поэтому нашу заначку он не замечает. Следующая проверка на внимательность. Это не просто повесить портрет Сталина. Его ещё нужно починить. То есть мы заведомо немножко сломанную раму ему дали. Интересно, догадается ли он, что её нужно сначала каким-то образом зафиксировать и потом уже вешать на стену или повесить, как есть. Иван замечает, что рама сломана. Может, он на этот раз проявит аккуратность? Посмотрим, как он будет чинить дорогую антикварную раму. То, что я сейчас вижу, мягко говоря, заставляет мои волосы шевелиться. Скажите, друзья, вы знаете, каким образом нужно обращаться с антикварными предметами? Правильно. Сначала по ним нужно постучать молотком, потом сделать несколько отверстий дрели и затем вкрутить его в пару шурупов. От этого они станут ещё антикварнее. А следующая проверка на чистоплотность. Били, друзья, после того, как Иван передвинул кровать, под кроватью была, естественно, грязь, пыль, он там везде ходил в своих красивых белых носочках, и теперь в этих замечательных белых носочках упались прямо на матрас. Для того, чтобы повесить картину, мастер делает несколько отверстий в стене. Посмотрим, как он поступит с пылью. Эх, Ваня, Ваня, ты же пылесос лично переносил. Можно было и воспользоваться. Работа Ивана подходит к концу. Настало время поговорить с ним при камерах. Телеканал «Пятница». Проект «Чёрный список». Если вы косячите, мы уже берем к вам. Здравствуй, Иван. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Телеканал «Пятница». Ты стал участником нашего проекта. Мы проверяем качество услуг. Заходите сюда. Не переживай. Я скажу, что понравилось лично мне. Во-первых, очень хорошая спецодежда. Дорогая, качественная. Также, когда я наблюдал за твоей работой, очень здорово, что энергично и оперативно. Ты всегда такой бодренький? Ну, стараюсь. Нигде не там не стоял, не задумывался. Вот она, диван-кровать, которую нужно было передвинуть. Она, как видите, достаточно тяжелая, и вот здесь нет никаких подкладок. Скажи, как ты ее оттуда-сюда двигал? Подкладывал что-то под ножки? Нет, не подложил. Просто двигал? Переставлял и двигал. Как ты думаешь, что при этом может произойти? Ну, может, полбаса радости. Расскажи мне, пожалуйста, вот кровать, когда ты ее разбирал, она легко разбирается или сложно? Ну, она, в принципе, не сложно разбирается. Ты ничего не повредил, когда эту кровать разбирал? У тебя ничего на пол не падало, случайно? Ну, падало. А что падало? Ключ там падал. Ключ? А половинка кровати вместе с железными направляющими на пол не падала? Ну, может быть. Скажи мне, пожалуйста, когда ты делаешь что-то на чистовом напольном покрытии, нужно ли что-то подстылать? Ну, какие-то, что-то, это, напрягает меня, съемки у вас. А, то есть, когда я плюсы читал, они тебя не напрягали? Да, да. А сейчас что-то резко так пошло, да? Мы фактически проверяем качество твоих услуг, поэтому ты на нас не обижайся, это наша работа. Это твоя работа. Я считаю, что ты молодец, а те нюансы, которые Леша перечисляет, это просто тебе на будущее для улучшения же твоего же профессионализма, чтобы не попадать еще раз на эти грабли. Стоимость работы у Ивана действительно небольшая – 3000 рублей. За тот объем работы, который я тебе обозначила, я считаю, что это более чем справедливо и совсем немного. Если ты добавишь чуть-чуть аккуратности, то у тебя все будет идеально. Друзья, я скажу так, парень пытался сделать все, что мог, и чувствуется, что он действительно с душой подходил к работе. Но вот такое вот количество минусов однозначно все перечеркиваю. За его обаятельность и за то, что я в него влюбилась, я его в черный список износить не буду. Сумасшедший день, давно пора бежать, а жена накидала целый список очень важных дел. И мне срочно нужен человек, который сделает все это за меня. В этом списке и кроются наши ловушки. В ходе эксперимента мы проверим мастера из среднего ценового сегмента на профессионализм. Посмотрим, как он повесит полку в ванной комнате. А также на внимательность. Здесь мастера ждет открытая банка с краской. Нашел несколько компаний, и мне понравилась одна, которая называется Домбыта МСК. Домбыта МСК в услуге подобного типа будет стоить 3000 рублей в час. Если недорогой мастер берет за весь объем услуг 3000 рублей, то в компании Домбыта МСК столько стоит час работы их специалиста. Алексей. Борис. У меня тут супруга ценой список дел накидала, краска. Вот это все мы накупили для ремонта. Это все вот в эту комнату. Либо здесь, либо здесь. Газеты вот. В ванной мне нужно повесить полочку. Вот она, новая полочка. Ее вешаем. Разобрать холодильник. Выбросить все лишнее. Ну, то есть у нас кое-какие продукты испортились. В общем, разобрать. Нормально оставить, просроченно выбросить. Все, давай. Через два часа я вернусь. Хорошо. Как же здесь у нас. Борис берется за разборку продуктов. Посмотрим, насколько качественно он ее выполнит. Напомним, ему нужно просроченные продукты выбросить, а хорошие оставить. Ему нужно изучить срок годности продуктов. Ему нужно их каким-то образом отсортировать. В принципе, его долгое стояние окон холодильника вполне оправдно. То, что он открывает, все обнюхивает. В принципе, я его об этом попросил. Но похоже, что мастер Борис действует по другому плану. Ну, смотри, сейчас мы видим, что из холодильника еда идет не в мусорную корзину. Она идет прямо ему в рюкзак. То есть, я так понимаю, что не на всех все-таки срок годности закончился. Этот человек пришел от фирмы. У нас есть контакт с этой организацией. Мы сможем привлечь ее к ответственности. В случае чего, то мне его поведение крайне странным кажется. Может быть, они его только сегодня взяли на работу? Есть у меня подозрение, что не хватало у них мастеров. Видимо, заказов много. И они просто берут людей, находят на каких-то вот этих вот сайтах. По подбору персонала говорят, там есть работа. Справишься, справлюсь. Вот таким вот образом. Потому что ни спецодежда, ни какого-то профессионального подхода. Может, Борис подойдет профессионально к следующему заданию? Леша, там сложно сделать полку? Да ее вообще невозможно повесить. Потому что, во-первых, он и спросил главного. Куда? Вот она, главная полочка. Ее вешаем. Это и есть наша следующая ловушка. Мы специально не уточнили место для полки. Проверим, позвонит ли Борис хозяину, чтобы выяснить этот момент. Может быть, он без знаний спросит. Все-таки адекватный мастер бы так сделал, если ты даже не сказал ему, куда вешать полку. Но он же не может сам повесить куда-то, никуда. Похоже, этот мастер может. Друзья, посмотрите, как он открывает упаковку. Смотрите, какой странный. Он старательно это делает. Муж на час Борис так и не выяснил у хозяина, куда вешать полку. И пытается определить место сам. Ага, может быть, сюда. Я отсюда вешать не буду. А эту полочку нужно присверливать. Она без присосок, ее не приклеишь. Мы специально подобрали полку, которая держится за счет креплений. Проверим, умеет ли Борис пользоваться строительным инструментом. Сейчас он пытается оторвать с полочки Книпс. Полку, конечно, жалко. Но это еще не все испытания. Для Бориса мы подготовили открытую банку краски, чтобы проверить его на внимательность. Если мастер схватит банку неаккуратно. Он начинает собирать краски все и переносить их будет. Обратите внимание, что переносить так банки тяжелая, с краской, ни в коем случае нельзя. Если хоть одна упадет, будет эффект домино. Они все упадут на полку и, естественно, повредят напольное покрытие. Вот, разлил сейчас, разлил, разлил на коврик. Итак, за два часа работы, стоимость которой 3000 рублей в час, мастер Борис из компании «Домбыта МСК» разбил полку, разлил краску и испортил коврик. Ай, ну просто, это же, ну правда. Леша, давай останавливать. Друзья, останавливаем. Все, пошли. Здравствуй, Борис. Здравствуй. Здравствуй еще раз. Знакомься, это Ольга. Адвокат Митрофанова, это Алексей Земсков. Это телеканал «Пятница», проект «Черный список». Компания, которая тебя прислала, называется «Домбыта МСК», да? Да. Ты там давно работаешь? Полмесяца. Смотри, обычно мастера на час – это какая-то строительная работа. Правильно, это связано со спецодеждой. А есть спецодеждой? На сову нет. Ну, то есть ты обычно вот так ходишь, да? Да. Прямо по списочку тогда пройдемся, что мы сделали, да? Значит, размножить по полкам банки с краской из прихожей. Размножил? Да. Так, и куда ты их унес? В комнату. Ну, пойдем посмотрим. Слушай, а я же тебе, помнишь, говорил, газеты, да, вот эти? Это все вот в эту комнату. Либо здесь, либо здесь газеты вот. А, да, я про них забыл маленько. То есть ты прямо на пол поставил, да? Да. Борис? Ты с нами? Да. Олеся, скажите, пожалуйста, Борис, а можно я задам один вопрос? Борис, Борис. Борис, а у тебя есть трудовой договор с Финмой? Да. Я могу прислать вам пайс. Нет, так давайте. Подождите секундочку, у нас есть вопросы к вам в точке зрения. Не-не-не, стоп. Вы нам испортили имущество, вы нам ковер испортили. Борис, а где ковер вам чек? Нет, какой чек, Борис? Вы что, нормальный вообще человек? Я пришли вам чек, пришлите мне чек. Это что сейчас было? Друзья, из этого списка, из этого списка только краска перенесена в комнату. Вот, посмотри. Он выкинул ковер, да? Да, вместе с ним в рюкзаке ушла куча нашей еды. С ковром у нас вот такая вот беда. Это может, кстати, быть как элементом несовременного искусства на стене. Да, ну, в принципе, почему я не додумался до этого раньше? Посмотрите, во что превратилась наша недешевая полочка. И вот те самые клипсы, которые он пытался стащить, остаскиваются они элементарно. Достаточно всего лишь взять шлицевую отвертку, немного отвернуть вот этот винт, и стекло очень легко из этой клипсы вынимается. Он пытался сдернуть его за счет усилий, естественно, она вырвалась из рук и разбилась. Естественно, за эту замечательную работу и Борис, и вся компания Домбыта и МСК, попадает в наш черный список. Если ваше имущество пострадало во время оказания услуг, имущество причинены какие-либо убытки, то вы можете требовать их уплаты в претензионном порядке и предъявляете ее непосредственно исполнителю услуг. Друзья, а вы знали, что я охотник, коллекционер и бизнесмен, а как следствие очень занятой человек? И моя супруга уже замучилась просить меня навести порядок в своем кабинете и повесить пару полочек, и поэтому всю эту работу сегодня за меня будет делать тот самый муж на час. Для этого Алексей обращается в дорогую компанию «Муж на час». Компания «Муж на час», чем могу вам помочь? Мне нужен «Муж на час», как бы странно это ни звучало. Хорошо, что вам нужно сделать? Мне нужно рассортировать вещи. Нужно повесить чучел одного животного, и от него отвалилась сама крепежная часть, и ее нужно прикрутить. Нужно приклеить фартук на кухне и перенести диван-кровать. Вот такой объем работы. Стоимость работы составит 7 тысяч рублей. Добрый день, находите. Как еще раз вас зовут? Даньяр. Даньяр. Очень приятно меня Олька зовут. Одна из первых задач – это рассортировать по коробкам вот это вот все, что здесь есть. Птичку вот эту вот нужно починить, вот эту. И повесить вот сюда, вот она вот тут висела. Ага, вот сюда? Угу. Прикрепить другой фарточек. Вот я вам его приготовила специально. Я вам купила клей, можно на него, наверное, посадить. Ну все, звоните. Даньяр, мне кажется, не очень хорошо не только говорит по-русски, но еще и читает плохо, потому что на коробке было вот такими буквами написано «не открывать», и в коробке лежал полутораметровый удав. Главное, чтобы его не сожрал наш змей. Ловушка под названием «Удав» уползает, но Даньяр, похоже, его просто не замечает. И очень жаль, что мы сейчас не увидели реакцию Даньяра на то, каким образом состоялась их встреча. «Я не пойду туда». Наконец-то он заметил нашего товарища Голиафа. В принципе, достаточно спокойно отреагировал на этого змея. Смотри. Не страшно вообще, парень. Обалдеть. Что, вообще не страшно? Ой, мама. Взять удава и засунуть его в коробку. Ну, блин, парень реально выкладывается на все столы. Офигеть. Я вообще, у меня просто нет слов. Слушай, может, он Змеелов? Следующее испытание для Змеелова на час – починить сломанное чучело птицы. Здесь задача достаточно сложная. Нужно взять чучело, которое разделено на две части. Есть часть, которая крепит это чучело к стене, и есть небольшие крепежные части в самом чучеле, которые крепят его вот к этой самой площадке. Это все нужно соединить, а затем повесить на стену. Даньяр достаточно профессионально действует. Он не ходит, не думает, господи, что же мне с этим делать. Он просто целенаправленно делал эту работу. Тем временем Даньяр уже повесил на стену чучело. И сделал это достаточно быстро, четко, хотя собрать все это воедино и повесить на стену – это было достаточно сложной задачей, повторюсь. Справился – молодец. Так, а что это Даньяр сейчас задумал? Он только что сделал селфи с нашим медведем. Сейчас он фоткается с лисой. Да, друзья. И кипку назад переделал. А-а-а, класс! Красавчик. А сейчас я на выполнении задания с лисой. Да-да-да. После селфи-марафона Даньяр переходит на кухню, и там его ждет еще одна ловушка. Объясню, в чем суть этой самой ловушки. Мы попросили приклеить фарту, которая представляет собой панель, к основанию с помощью плиточного клея. И я думаю, каждый из вас понимает, что подобные поверхности должны склеиваться либо с помощью термоклея, либо с помощью жидких гвоздей, но ни в коем случае не с помощью плиточного клея. Даньяр попадается и на эту ловушку. Либо он невнимательно прочитал упаковку, либо он не очень хорошо разбирается в строительных материалах. Он должен, в первую очередь, позвонить и сказать, «Ребята, вы мне дали что-то не то. Я не могу с помощью этого приклеить». Я скажу, что мы видели уже достаточно. Мне кажется, настал тот момент, когда Даньяру стоит узнать, что он участвует сегодня в программе «Черный список». Даньяр, я не одна. Здравствуйте. Здравствуйте, Даньяр. Меня Алексей зовут. Очень приятно. Телеканал «Пятница», проект «Черный список». Мы проверяем качество услуг. Очень здорово отработал. Ты, я так насколько понимаю, из компании, которая называется «Муж на час», да? Ты давно там работаешь? Да. Можешь года. Так, где наш фартучек? Вот он у нас. Скажи мне, а где тот клей, которым ты приклеивал фартук? Вот я там. А вот здесь вот что у нас написано? Так, клей для керамической плитки, для керамической плитки. Оль, видишь, Даньяр, отлично читают по-русски. Клей для керамической плитки. Это что за материал? Ну, более пластиковый. Ты взял и приклеил клей, который для этого не подходит. Ты понимаешь, что, в принципе, это не будет держаться? Да. Ну, у нас там служба с гарантией, потом придем, сделаем. Если отвалится, да? И вот у меня вопрос к тебе. Скажи, с учетом тех нюансов, которые мы тебе озвучили, можем ли мы говорить о том, что будет другая стоимость работ? Сейчас работа не выполнена, да? Можем ли мы говорить? Нежели мы, да. Ну да, да, конечно. Мы фоем тысячи. Полторы. Полторы тысячи рублей. Друзья, я торговаться не умею. А вот Митрофанова молодец, она экономит бюджет нашей передачи и добивается действительно плохих результатов. Спасибо за работу. Ну а теперь, друзья, давайте резюмируем. На моем канале вы видели немало печальных историй о том, как ведут себя строительные компании, если их надолго оставить без присмотра. А сегодня вы видели, как в ваше отсутствие ведут себя частники. Выводы делайте сами. Редактор субтитров А.Семкин